Полупустое помещение – это приемный пункт энергосберегающих ламп. Найти его можно разве что по указателям. Сотрудник объясняет правила утилизации ртуть, содержащих бытовых отходов. В хранении ртутосодержащих ламп производится в специальных контейнерах герметичных. Потому как отработанные лампы достаточно опасны, в них содержится ртуть до 7 мг. Если несколько кол прозабьется, то ядовитые пары могут отравить человека. И на случай повреждения лампочек во всех приемных пунктах находится дезинфицирующая емкость с марганцовкой. Жители, конечно, приносят они бытовые лампы, ртутосодержащие, по одной, по две штучки. С времени открытия нашего пункта у нас сделано только около 20 записей. Как видно, приемные пункты в Оренбурге их пять у населения спросом не пользуются. Чему, видимо, есть свои причины. А сейчас мы находимся на улице Комсомольской. Приемный пункт находится за моей спиной в одном из гаражей. Однако, сзади, здесь энергосберегающие лампочки достаточно проблематичны из-за специфического графика работы. В связи с этим администрация придумала новый вариант утилизации отработанных ламп. Наши оренбуржцы не очень охотно пользуются этими пунктами приема, бесплатными. Поэтому мы поддержали идею главы администрации Евгения Сергея Чарапова по работе, по созданию в нашем городе эко-мобиля. Появится экологическое ноу-хау в нашем городе в 2013 году. Предполагается, что эко-мобиль будет курсировать по районам города. Но пока жители предпочитают более привычный способ утилизации ламп. А вы знаете, что делать с отработанными лампочками уже? Куда их девать? Ну ладно, в музейной баке. На пунктах приема знаете что-нибудь? Нет. Вышел где-то, но не знаю. Энергию сберегающие, это все хер... Яна Корчик, Дмитрий Журавлев. Наше время. Дмитрий Журавлев. Наше время.